доброе утро народ ну чё мы уже умылись помните автобус прошлой серии вот он как выглядит наружи автобус чувствует себя лучше чем мы погодка я вам скажу так себе на тот берег будем переплывать сегодня снарягу сейчас дособираем здесь ну и вообще умывашки собирашки через полчаса выезд у нас сегодня поедем на страшное озеро которое слили и там говорят у не пройти не проехать это же самое интересное так ребята ну вот это тоже преж вот с такой крышей новой сегодня мы с ним поедем вот второй готовый вездеход решеобразный у него есть мулечка очень такая я бы сказал интересная мы потом вам ее покажем вот ведь человек запасы веревкой броднями на серьезное озеро едет шерпик там не проедет бензопилу взял да ну посмотрим посмотрим вот очень мы скид комплектов ребят получается вот такие вот шерпа бразы шерпа прежеобразы в два цвета покрашен вот наш маг стоит сегодня поедем покатаемся посмотрим кто на что гораст и во что защита какая тут стоит а здесь этот по 1000 просто стоит наложен загнут надо рацию включить чистоту выставить на чистота стоит все ну что все домой едем домой поехали да я там пень здоровый еще на квадрики это мы едим так ребята ехали мы ехали и приехали тут есть бюджетное жилье есть vip скворечники но все с видом на плакат избушка избушка повернись к лесу задом у нее опции борта поворота нету она он четко на четырех ногах стоит не поворотные не может она повертываться врать и все да я верю что же так бабушки избушку построили но не окошко не дверку и не вставили как она зимой это будет яга ушла бабки зарабатывать в город наша сказка только начинается все кони бьют копытами надо ехать дальше ой какие бы длоки то у него модные мишку поймала эта бабка ёшка по ходу треплет там мишеньку что-то там неспроста он но Как лезть? Я нашел Екатерининская Питак Покажи, не секрет Царь полей Это достаточно редко Сохран, правда, убитый Самоварный ключ В такой машине не ездит На такой можно забраться, покопать Ладно, удачи Копают Больно скошено Все, уже выезжаем на болото Вообще это не болото, это озеро, которое спустили в 50-х годах И вот оно зарастает, зарастает, зарастает Там около 12 метров супропелли Перегной этого Говорят, что там жуть Попробуем поездить У этой машинки есть одна особенность О которой мы потом вам расскажем Здесь Приложена Мысль Смекалка И Много-много слесанных работ Ага Ребятки, появилась сныть Ну и нафиг У меня аллергия На полевые травы На полевые травы Лучше я так проеду Суб-зеро Мортал комбат Мортал комбат Вот Юра учится, стажируется В таких болотах Он Снегоходчик Квадроциклист Поэтому пока еще едет по квадроциклически Снегоходному Ведет нас по каким-то твердым дорогам В прочим вещам А сейчас будет набираться опыта Вот Ребята, шерпушка-то кормилица Яблочко сорвал Сделал с деревцем Мне отдать Какой молодец Хороший шерпок У нас в планах зажарить грибов А чтобы их зажарить Надо сначала их найти У нас в общем-то для этого все есть Лес, трава Так, ну по всем признакам Сей гриб есть лисичка Будем брать Непонятные наружности грибы Попадаются Ребята, вы когда-нибудь задумались, как видеть ежик? Показать вам? Смотрите Примерно так ежик видит Пошли лисичек искать С голоду С голоду помрем У меня карта на часах есть Иду вдоль дороги Вот я телефон забыл Это, конечно, я Дал маху А вот и еще лисички Класс! Мишка еще ничего не нашел, говорит А у меня уже Лисичек чуть-чуть Понасобиралось Немного, но есть Терника Зато есть Терничка Терника 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 Может быть даже пожарим Если вам стало скучно Убейте себе сюрприз Построите Отправляйтесь Путешествия Терника 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 Терния Терника это 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 не урочище гир это пионерский лагерь сюда детишек привозили в ссылку пойдемте посмотрим что от него осталось так это по всей видимости часть какой-то скульптуры да по всей видимости нога была это ухты и змейка такая деле раз принятые так что руками сюда лучше не лазить такое вот страшное озеро озеро мы тебя не боимся не боимся сейчас засядем там на два дня 12 метров так и вот она открывается растительность и сейчас мы увидим озеро озеро которого нет и быть не может а здесь говорят видимо есть и и Ну вот, ребят, перед нами живые, спасевые, все шевелится. Мак, 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 мак. Они мне ковер порвали здесь. Мне тяжелее ехать. Вода есть, значит, будет ехать. Они на газуле рубятся, а я первую передачу включил, на холостых хочу. Красота. Он сам выйдет, лошадь дорогу знает, сам вытянет. Двенадцать метров было бы от нами. Колон не толкнулся, шестиметровый колон на ловке. Уходит. Так, как весло в колон. Ешкин, матрешкин! А нет, едет. Нас не стремались. Шерп у него катится, а он себе спокойно стахит наверху. Идея, царь этого болота. Едет, едет. Можно позагорать пока. Главное, не свалиться нафиг, а то вездеход уедет без меня. Вот будет смеху. Ты догонишь его. Едет, зараза. Едет. Едет. В такую, ребят, задницу забрались. Это задница, ребят, полностью. Если что-то случится, до берега никакими судьбами не дойти, не доплыть. Только вертолетом отсюда нас снимут или другим шерпом. Да, под ними сразу торфяник. И они не держат человека никак. Ладно, будем выезжать. Не хватает ему на холостых умения. Не обучился еще мой Макс. Смотрите, выезжаем вот следующим образом. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп пальчиком прям. И все, и мы поехали. Видите, прям вот пальчиком. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп чуть-чуть. Такие движения делаем. И все, вездеход пошел. Пошел на крисе, ребят. Что такое? Мы испачкались. Как же вы теперь поедете-то? У вас же колеса грязные. Как отсюда выехать? Или дальше поедем? Конечно, дальше поедем. Ты что, мы еще... Переедем мы вовсе? Конечно. До канала, который... Да. Тут там с той стороны болотниками, экскаваторами копаются. Поехали. Я вообще не вижу преграды. Я просто медленно иду, потому что по вашему следу иду. Порванным мы уже. Вот так и поняли. Просто я тоже... Я еще там веселился, видишь, на крышу выходил. А это непроходимое болото. Это да. Вот. Я тебе о чем и говорю. А какая разница, что 6 метров, что 600 там будет, если мы по нему едем, по верху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем-то, ребят, я решил не мешать ему ехать. Включил первую передачу и пусть он едет сам. Надо мне сюда сделать такую газулечку, чтобы можно было раз чуть-чуть прибавить оборотов, допустим. О, кстати, я придумал такую газульку. Сейчас вам покажу. Ребят, вот такой круиз-контроль я сделал, короче. Модный. И все, чапаем. А что педаль держать? Тут весело, хорошо. А водов нет, комаров нет, ребят. Красота просто. Удовольствие на болоте находиться. Ну, 2,8 км в час чапаю. Можно и поесть заодно, кстати. Пусть сам едет. Хорошая лошадь дорогу домой знает должна. Ну и где они? А вот они идут. Вон они едут. Хорошо. Так утки поднимаются. Идем четенько по курсу. Осталось нам 800 метров. Аккумуляторы полные. Вот туда, на большие елки. Вот правее туда. Да, да, да. Вот это руль, который остался. Ага. Мы сейчас по нему в доле пойдем. А он уехал вправо. Нет, нет. Он идет параллельным курсом. Вот он метров, наверное, 250 от нас. Ну что, народ? Как у вас дела там? Что-то вы отстаете. Молчат. Все хорошо. Пришли нам бутерброд какой-нибудь вкусный. Я не знаю. Моська у тебя, Мишка, лопнет от бутерброда. Догоняйте. Будем кушать. Ничего не лопнет. Все будет нормально. Сейчас так и пойдем по оружию лучше. Да. А ноги. Троще. Точно выведет нас. Ай, кто тут? Ветроган какой-то прошел. Ветерок подымается. Жалко, блин, погода испортилась. Не понырять. Муть подымается одна. Так мне хотелось понырять. Но ничего, мы сейчас спустим головастика. Наверное, уже пока вы эти ролики уже смотрите, мы уже, наверное, на головастике путешествуем. Очень удобно рулить. Вот так вот временами заезжаю в такие заросли, что мне даже в люке ничего не видно толком. Здесь какой-то рог был. А, вон ребята едут. Все, вижу их. Ну, я, в отличие от них, никуда не тороплюсь. У меня на тапочке едет. У нас все хорошо. Пришли нам бутерброд какой-нибудь. Мишанька кушать хочет. Все, ближе и ближе ко мне подбираются. Вон они. Мишаня! Мишаня! Сюда-то я свалился. Ну что, я должен вам сказать, что Брёш оправдывает своё название. Он брёк. Он брёк. Брёк. Керасим Васильевич у нас турбует. Все, ура, Васильевич, мы тебя обогнали. Приз наш. Давай нам наш приз. Бутерброды. Да. Мы хотим есть. Отдать нам наши бутерброды. Мы их честно отбоевали. Герасим Васильевич, а почему вы не участвуете в управлении вездеходом, а? А, я не знаю. Он у меня умный, сам ездит. А ты думаешь, домой? Да, домой, говорю. И он поехал домой. Васильевич, а где русло? Вот мы по нему едем. Прям по руслу? Ну, нет. Ну, тогда мы за тобой. Да, да, вот оно. Вот и русло. Вот, вот. Да. Лучше пока в него не укрёшься, не поймёшь, где оно. А ты карты не... Круиз-контроль от компании Крокс работает исправно. Новая модель вышла. А, ну тут не высоко. Плюхи! О, качкарник начался. Болтать туда-сюда стало. Да. Шерп — это техника, которая удивляет в каждом путешествии. Да. Боком не свалиться в эту канаву. О-о-о-о-о! Хо-хо-хо-хо! Тапочковый привод едет. Работает тапочный привод. Направо, направо, направо. Автопилот от Крокс Нормально переживал Вообще ноно проблема Переплывайте на другую сторону А что делать ребят Шерп он развращает И хочется забраться дальше Безлюдней И в такую вот Самую центр Самую Вот эту Потому что на нем становится скучно В обыденных поездках А вот здесь до нас никого не было А мы побывали Хорошо Итак Берем Штурмом канаву на тапочном приводе Посмотрим заедет Нет Сейчас проверим какая бицуха на твоих тапочках Правильный Крокс Правильные автопилоты делает или нет Проверим Крокс хорошие тапки Да В ходе помогают Легко Я на тапочном приводе Все ваше озеро прошел Другие тапки одень Другие не Крокс И еще раз И не пойдет Хорошо Дуркуем Что делать Видите у меня автопилот Он все знает как ехать Не быстро Шерп он не быстрый Но зато везде Ребят Везде Вот Юра говорит Он на снежиках На квадриках катается Да Он говорит А чего там Вот это самое Скорости не то Это трактор Говорит какой-то Там Трым-прым А вот Получается Трактор-трактор А здесь он никогда не бывал Вот Ну именно где мы проехали И мы на это путешествие Отводили гораздо больше времени Нежели мы сейчас Проскочили все это И едем уже Обратно Планируем Медленно Зато везде И это целый дом Вот такой вот Ребят Целый дом Что тоже тапочек Прикрутили Да Тры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры Вот такая вот у нас Качкаржа Бля тут Ладно буду залазить А то сейчас отобью себе Жопу всю Ну что Можно ехать Чай попил Все поделал Все дела Надо тапочек снимать Пусть он отдыхает Тапочный привод Юра я с тобой согласен Конечно не так быстро Идем Как можно было бы Здесь лететь на квадрике Но все же Идем Как-то Я на снегоходе Здесь пролетаю Раз в пять Быстрее А сейчас Можешь показать Как это делается Это Гену Есть Попросите Он Мальчер С полаги На снегоходе Едет Я думаю Там где мы Сегодня проехали Ты в принципе И не бывал летом Столб машины Яма бобровая Аккуратно Можешь его подкарковать Назад Так что он везет Так что он везет Сейчас он везет А там между двух канавами придется воду переплывать. С той стороны тоже канава. Чуть подальше от берега идите. Ох, ребятки, устроили нам тут бобры засаду целую, накопали, нарыли нам. Чуть подальше от берега идите. А мы можем березами туда, березами туда залезть, ближе к лесу. О, видишь, какие они. А рыги прокопаны. На мыс. Вот так вот свалился. Попробую я вот. Они такие тоннели вруют. Ого! Не-не-не, едьте до конца прямо. Там слева ручей идет и вот этот. И ты упрешься на мыс. На мысу как можно будет ехать. Плюхнешься там, ну, черпанешь воды немного. А вот выйти оттуда будет сложнее. Там должно быть пологая. Насколько я помню. Ну, я здесь уже лет 15 не был, наверное, если больше. Ну, вот видите, ребят, шер позволяет пустить те места, в которых очень давно не были. Причем сделать это в любое время года. Такое. В траве едешь, ничего не предвещает беды. Потом раз на полметра вниз проваливаешься просто. Ощущение, конечно, такое. Ничего ж не видно. Идет. А бобры строят эти, на берем, канавы. Выйдет он там. Должен, должен выйти. Слушай, а смотри, сколько здесь лежек. Вся трава утоптана. Здесь я спокойно съеду, ребят, да. Вот там где-нибудь найду место, выйду. Да, да, да. Нормально. Поехали, братцы, акробатцы. Вау! Ха-ха-ха! Вы видали? Ха-ха! Мы нырнули, попал в стекла. Ха-ха-ха! Хорошо, а! Теперь мне еще где-то вылезти надо. Я смотрю где вылезти, тут везде беды, кто такой, помыть. Так вот, за мной прямо здесь нету, где сзади. Ребята, какие места, где бы выйти на эту самую? На берег. Очень крутые берега, искусственные. Есть! Вау! Ёлы-балы! Деагоналка была мощная! Хорошо вывесился, да? Вот типа того. Гер, там такие же будут еще, вот как эта ямина, ручьи такие. Смотри, я осторожню, это все за роща. Давайте попробуем. Не его, не его, не его дTO путь заход. Подарега. А какой ужас вы падаете! Вот так ребята едем, уже кушать хочется если честно, надо добраться до какого-то леса чистенького и что-то приготовим, покушать. Опять начинается разнотравие, на одномордник одевать. Пёрлись в ручеёк, очень маленький и очень глубокий. Ищем место где его объехали. Через 80 метров будет ещё ручей. Посмотри сколько до этой Садвы, потому что там там где-то метров сто от Садвы. Мы уже напротив Садвы. Ой, напротив Дамба, практически 50 метров до неё. Давайте на рейтинг. Опа, вот она Дамба. Выбраться из вездехода сможем. По той стороне пойдём, да? Опа. 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 Какие нагрузки? Да? Резина качество хорошие. Да? Попробуем, поставим Куда-нибудь, вот, может, туда, на коечку У нас экстренная ситуация Это достанется котлета тому, это вообще моя котлета Так что я ее и доем Ты вчера ее сэкономил, да? Да Мишаня говорит, дым пошел Что там горит? Ну ладно, ничего там не горит Ты жрать просто хочешь, поэтому это самое На каждый дымок бросаешься Все хорошо прям вообще, как должно быть О, грильчик пригодился опять Во-первых, это красиво Да, это быстро Пять минут мы сейчас покушаем Разогрели, пожарили там, что-то сделали Выключили, пять минут он остыл Сумку и погнали дальше Такой-то у нас будет стол Кабанятина дикая Сейчас мы ее тоже пошинкуем Подогреем Все, мы подогрели, все разогрели Красота Осталась самая сложная Это моя сосиска осталась А это эти две мои А у тебя лопнет кое-что Ничего не лопнет Придется тебя отмачивать в речке Ммм, вкусный Все, ребятки, мы покушали Но начинается дождик Всю еду есть нельзя День еще не закончился Еще неизвестно, как он закончится Все, надо прятаться Так, ребята, мы покушали Начался дождик Ну а нам дорога по воде Где-то пять километров Поехали Пока можно попить чайку Субтитры сделал DimaTorzok Идем 4 километра в час Против метра и против течения Вообще, ребят, полный автопилот Водитель Шерпа-невидимка Многие из владельцев Шерпа спрашивают Почему вездеход тянет в одну сторону на воде Или в ту, или в иную Все просто Зависит от загрузки От того, как вы нагрузите вездеход Вот сейчас я на эту сторону сел У меня вездеход потихоньку уходит вправо Сяду на левую Будет влево уходить Потому что Вот видите, она справа Можно рулить им так Получается, что Вот эти колеса больше опущены в воду Либо при неравномерной загрузке Старайтесь в первую очередь груз Ложить на правый борт Потому что именно там Самая легкая сторона Соляра сливается Если у вас в маршруте Предполагаются водные преграды Длительные Нельзя сливать с одного борта соляру с канистром Потому что у вас будет постоянно подруливание Постоянно будет подруливание Правильно сливается так Левая задняя Правая задняя Левая передняя Правая передняя канистра Тогда будет более-менее баланс Почему в первую очередь Задние колеса воздружаются Для того, чтобы по болоту идти Или еще по каким-то мягким рутам Задние колеса уже идут По продавленному колене И за счет этого им тяжело ехать А тут мы на них еще 100 кг положили Каждую канистру по 58-60 литров Получается Эта канистра чуть-чуть раздуется Будет где-то по 60 литров Заходить ее Но для этого вам надо будет прилично поесть Чего такие небольшие хитрости По управлению вездеходом на воде Кстати, Макс идет гораздо бодрее и быстрее Нежели Шарп Про Не знаю, почему это Ну, чем это обусловлено Возможно, пресловутое число пруда Чем длиннее тело, тем легче выплыть А Макс он длиннее Он лучше управляется на воде Интереснее Плывет побыстрее И самое главное С новой трансмиссией Я прекрасно плыву На третьей передаче Полгаза Не перегревается мотор Никакого здесь комфорта Ни шума никого Все И спокойно плывешь На комфортной скорости И, короче, ребята Не могут меня догнать По воде Выскочили на берег Но и по берегу тоже догнать не могут Вон, где плетутся Шарп Макс не остановить Если вы в этом не уверены Приезжайте на Тонстрайв У нас есть обе машины Попробуйте Они по берегу скачут По кочкам Догнать не могут А я езжу, чай пиву С такой же скоростью Жизнь такая короткая Надо столько всего успеть Поэтому не торопитесь жить Спокойте ее Все, вот сколько казалось бы Встреча по воде Все, у вас там головы Еще не отвалились Главное, надо помнить одну вещь Что зарабатывая на жизнь Нужно пропустить саму жизнь Успеть и остановиться И пожить для себя Нашли вроде бы дорогу Более-менее нормальную Пойдем По ней Они потихонечку на второй А мы быстренько на третьей Идем Догоняем Пакс позволяет на третьей передаче Идти по достаточно Толковому болонцу Там где обычная коробка А мы шли уже на второй передаче Только в полный газ Класс Ну и, конечно, Макс берет гораздо более крутые углы. Юра, вот такие, видишь, глубокие ручьи, еще что-то, да? Да, закрывай вот это окно, потому что можешь упереться прям и ни назад, и ни вперед потом не сможешь дать. То есть вперед окно сломаешь, а назад не пойдет просто. Ну что, едет? Едет немножко. Чуть-чуть едет, да? Грязи-то нет. Грязи-то нет, да, на самом деле. Ты же на снегоходе здесь пять раз быстрее проезжаешь. Да, на пол. Да. Даже не замечаешь эти. Ни кочек, ничего, ни луж, ничего не замечаешь. А летом-то здесь по земле, наверное, первый раз ходишь. На полгет сюда ходи. Так, корова сама идет. А у нас не корова, у нас конь-огонь. Бывает, что вот такое болото, вот ты давишь газ. А быстрее не едешь, поэтому смысла газовать нету. Будет чопать и чопать, как вот есть. Бросайте петаль газа до тех пор, пока вот он не начнет сбавлять скорость. И вот это вот будет оптимальные обороты. Вот этот дом с красной крышей. И вот он там, охот-хозяйство здесь. И мы уже у моста километр остался. И вот и... И вот он там, охот-хозяйство здесь. Мужики нас не снимаем. Город, что будет, что будет, сейчас на сушу выявимся. Что-то как-то вообще очень легко. А ну идите наших отсюда, распугарим мне всю рыбу. Ёлки-палки, сижу тут рыбу, ловлю тут, вылазят чудо-юды. Два егеря подходили, проверяют, есть ли оружия, нет. Ну как проверяют, так, заглядывают. Нет у нас оружия, не охотники мы. А так, конечно, мордасты. Зашли в воду, проплыли. Два с половиной километра где-то и вышли. Поехали дальше по земле. Так, прибыли мы на живописнейший берег водохранилища. Здесь к услугам отдыхающих построен лагерь, по всей видимости, силами самих отдыхающих. Что мы тут наблюдаем? Полный хаос. Ужас, ужас. А здесь, наверное, баня была. Точно была здесь баня. Жгли костер. Баня была здесь по-черному. Мылись по-белому, парились по-черному. В общем, здорово. Но это не наш формат. 3,8 километра на прямке, елки-палки. Да пофиг. Слабак. Хе-хе-хе-хе. Слабак. Девочка-пай. Слабак. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поехали У любого вездехода, который ездит по асфальту, изнашиваются колеса Кстати, у машин тоже изнашиваются И время от времени всем нам приходится ездить по асфальту Но дело в том, что куда комфортнее любой вездеход везти на прицепе, нежели на нем ехать Потому что ехать 60 км в час, постоянно ловить машину на небалансируемых колесах, когда ее мотают через полосы полосу Удение это слушать Поверьте мне, вы до Кольского точно не доедете Вам это на пик не надо будет Поэтому вот это преимущество вездехода, когда он может ездить по дорогам Шерп тоже может ездить Но это ни на одном вездеходе не доставляет удовольствия А уж тем более, как многие, мне от большого ума говорят, что можно ездить по городу На любом вездеходе можно, но это не прикольно Они не предназначены для этого Резину вы через 3 года на машине же меняете Хотя бы раз в 3 года меняете Но вот и на шерпе также поменяется Что будете ездить по асфальту, что нет Мы на нашем вездеходе за 1000 моточасов, наверное, часов 30, наверное, накатали по асфальту На этом, наверное, 400 точно проехали То есть где-то отрезочками, участками какими-то Но все равно проехали Поэтому говорить, что шерп не может ездить по асфальту, это бред Если ты держишь шерп на продажу То да, наверное По асфальту на нем лучше не ездить Потому что пупыришки сотрешь, а потом не продашь Как новый А если ездить для себя в удовольствие, то вообще попорабатывай Хочешь по асфальту прохватить Лучше, конечно, не прохватывать Но если уж деваться некуда, то вообще не прохватить Ну вот, мы приехали Сейчас скумнемся, сполоснемся Герасим Васильевич у нас, наверное, решил раскачаться на волнах Поворотить, так сказать, стихию Ветер и волны И, надо сказать, ему это удается Против ветра, против волны Три-три километра в час Шпарит А это на второй Сейчас мы третью рубим Опа, вот это крепешок идет Ловим ее Класс Кайф Я бы сейчас вот на тот остров упал В легкую вообще Самая попала Так он туда специально рванул Самая-в-самая Сейчас раскачало, хорошо Там напередине волна Кайфово, ребят Шерф на воде вообще себя ведет Прекрасно До лодки страшнее было бы В такую волну плескаться Вот это я называю Помылся Ты в тубу, в тубу не нашел? Ну вот, ребята, приехали мы Красавчик какой А ты, говоришь, потонет-потонет Съели мы вот такую вот вкусную рыбу Которая была экспроприирована из Финляндии Очень съедобная Мишке понравилось Я думаю, не мне одному Вот И в силу того, что больше у хозяина ничего нету Мы решили поехать домой Все непреодолимые болота растоптали Преодолели Все вкусное съели Рыбу заточили Минералку выпили Делать больше нечего? Делать больше нечего Едем домой Да, приглашайте нас еще Ребята, я обещал вам показать Что здесь нового сделано В этом вездеходе Инновационного Это вот такой редуктор Здесь нет цепи Здесь работают шестерни Все это в корпусе и в масле Достаточно тихо работает Сегодня нареканий никаких к этому механизму не было Ни шума, ни вибраций Будем смотреть, следить за этим интересным решением Если себя это хорошо зарекомендует Тогда это будет иметь место жить Быть и служить нам на пользу Кстати, здесь сваренная крестовина между собой фланца Это достаточно надежно Разобрать весь механизм можно и без разборки центральной части Так что, в принципе, как решение имеет место быть Ну вот, ребята, закончились наши приключения в Вышнем Волочке Тема подводного окопа не раскрыта Будем повторять Непроходимые болота пройдены Юрию теперь задание На следующем приезду найти новое болото Какое-то, так сказать, срочное болото Которое мы бы не прошли Непроходимое, страшное Но он говорит, на самом деле есть такое Есть такое страшное Даже на снегоходе туда не поехал Придется на Шерпе Его переехать Ну, все-таки едет Шерп Ну, немножко едет Немножко едет Да, чуть-чуть Все, Юра, всего хорошего Рада были тебя видеть воочию Познакомиться, скажем так, еще раз Второй раз официально Второй раз официально Да, и записываем тебя в банду Команду Герасим Шерп Все, теперь это самое Официально будешь вызываться на все мероприятия На новое болото Да, на новое болото В общем, да, надо искать новое болото Потому что вот мы осенью, наверное, все-таки доедем Еще раз, может, как погода будет Не будет такого безобразия Будет прозрачная вода И все-таки надо будет залезть и найти клад Какой-то здесь купец ехал, ехал, не доехал Пьяный упал и золотые растерял Обязательно найдем А мы, ребят, едем в обратный путь Домой Будет что интересного Обязательно покажем Не спускай колеса В общем-то и вам тоже желаем Чтобы каждое ваше путешествие заканчивалось тем Чтобы вездеход сам заезжал на прицеп Хорошая лошадь знает, где дорога домой Большое спасибо за просмотр Ставьте лайки Ну и, конечно же, если вы хотите попасть в команду Герасим Шерп То вам нужен всего лишь вездеход Который может догнать любые туманы Всего вам наилучшего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok